Друзья, всем большой привет! Сегодня хочу снять видео-ответ на вопрос о том, как проходит адаптация у моей дочери в Канаде. Итак, вопрос звучал приблизительно таким образом, как она себя тут чувствует, как ей нравится, не нравится, какие у нее эмоции, как школа. В общем, постараюсь сказать, ответить все, что я думаю по этому поводу, ведь вопрос такой, знаете, и ответ неоднозначный. И начиная ответ на этот вопрос, мне кажется, тут очень важно понимать, что вопросы адаптации не только ребенка, а вообще любого человека за границей зависят от тех исходных факторов, которые мы имеем. Например, характер ребенка, возраст ребенка, насколько он любит общение, насколько он любит познавать и видеть и принимать все новое, и готов ли он вообще принимать все новое. Каково его психологическое состояние на момент переезда, какие взаимоотношения с семьей, насколько вы близки с вашим ребенком, насколько может он открыться и поговорить с вами о том, что его беспокоит, какие у него страхи, какие у него пожелания, какие у него эмоции. Поэтому однозначного ответа, возможно, да, на вопрос, что сделать, чтобы ребенку было лучше и легче и проще адаптироваться, наверное, такого ответа не будет. Могу рассказать конкретно за себя, за свою семью, свой опыт, но опять же таки, друзья, это будет исключительно мой опыт. У меня дочь, ей 10 лет, и знаете, у нее сейчас не самый легкий период в ее жизни, она уже не совсем девочка, знаете, такая малышка, но еще и не девушка. Я думаю, что в 10 лет наши дети переживают, особенно девочки, они развиваются немножечко быстрее, стремительнее, раньше, чем мальчишки. И девчата в этот период своего возраста переживают очень сложные такие дни, возможно, даже года, вот год-два, такой, знаете, переходный период, переходный возраст, очередной, кстати говоря. Поэтому немного психологически ее, так знаете, подшатывает, она капризная, частые смены настроения, гормональный фон непростой сейчас, да, у нее. И, конечно же, учитывая вот эти вот все ее изменения, ей не просто нелегко, это с одной стороны. Но с другой стороны, то место, в которое мы приехали, то место, в котором она оказалась, ей очень сильно нравится. И говоря о том, как проходит ее адаптация, мне кажется, что эта страна, этот город, это место сделали для нее все, чтобы ей тут было комфортно. Люди, которые нас окружают, которые нам помогают, дети, которые ее очень хорошо приняли в школе, вообще вот все наше окружение, все наше общение, вся наша коммуникация, мне кажется, вот лучшего и желать нельзя было. Все и правда очень так, знаете, лучше, чем ожидалось, не хочется сглазить, знаете, но у нее много знакомств, у нее много внимания, у нее много подарков, у нее много позитивных эмоций и ощущений. И тут, кстати, наверное, тоже очень важное замечание к тем родителям, которые переживают об адаптации ребенка в новой стране, мне кажется, нужно в основном вот в первое время, да, дарить ребенку очень много позитивных эмоций. По возможности старайтесь возить, если это возможно, ребенка в какие-то красивые места, с учетом того, что ребенок любит, например, он любит, не знаю, там, водные горки, отвезите его в какой-то аквапарк, он любит футбол, если это мальчик, повезите его в какой-то клуб по интересам. Старайтесь показать ребенку разные грани приятные того, что у нас здесь есть, того, что есть у вас в ваших местах, да. И мне кажется, это такой, знаете, очень важный момент, дарить ребенку как можно больше позитивных эмоций. Не перебарщивать, конечно, не задаривать подарками, не баловать прямо, знаете, через чур, тоже иметь такое вот чувство меры по этому поводу. Вот. Что хочу сказать касательно школы. Программа очень легкая в Канаде, детям учиться очень легко, в начальной школе нет домашних заданий, но мы все равно стараемся дома заниматься по мере возможности. Мы учим английский, Полинка занимается со мной математикой. Настолько я ей объясняю, опять же таки, насколько это возможно у меня, при моих знаниях, при моих умениях. И все, что я помню, конечно, я пытаюсь ей объяснить. Вот. Школьная форма отсутствует, как таковая, единственное требование в школе не носить коротенькие топики, маечки девочкам, чтобы не был виден животик. А так, знаете, очень часто мы видим девчат, которые на тоненьких бретельках одевают сарафанчики, и при этом они приходят в школу в резиновых сапогах, причем в то время, когда на улице достаточно солнечно и нет никакого намека на дождь. Ну, вот такая вот у них мода, не знаю уж почему, но вот такие вот у них привычки. Нам это немножко дико, мы просто улыбаемся тихонько, но не осуждаем никого. Свободная страна, свободный выбор. Дети могут прийти как в костюме Супермена, как в костюме Русалочки, так и в резиновых сапогах, и в сарафанчике никто им ничего не скажет по этому поводу. Вот, значит, по поводу школы я сказала, да, что у Полинки очень хорошее общение с детками, есть подружки, есть русскоговорящие у нас, тут рядышком живут девчата, которые дают общение, с которыми Полина может пообщаться, погулять. И также есть девочки в ее классе, с которыми она общается, но она с ними не гуляет отдельно, вы так знаете, вне школы, только в стенах школы происходит у них общение. Я думаю, что я, в принципе, ответила на ваш вопрос достаточно объемно. Адаптация, как таковая, проходит хорошо. Полине очень нравится климат, Полине очень нравится природа, очень нравится то, что тут чисто, красиво, ухожено. И, ну, в общем-то, знаете, приятно находиться в этой стране, приятно находиться в обществе, которое тебе никогда не нагрубит, когда тебя первый раз, да, видят, вот как у нас могут в магазинах нахамить, нагрубить, и чуть ли не отправить тебя в какой-то пункт назначения. Вот, тут, конечно, есть и свои минусы, их вполне достаточно, как и в любой стране, есть свои плюсы и свои минусы. Но самое главное, это то, что мы в этой стране в безопасности, это то, что мы в этой стране защищены и чувствуем себя спокойно и свободно. Это многого стоит, я вам хочу сказать. Вот сейчас к нам подъезжать будет машинка, будет забирать мусор. Покажу сейчас вам. Друзья, в нашем районе, в нашем городе, мусор, который идёт на переработку, забирается раз в две недели. Также раз в две недели забирается мусор, который идёт на компост, и каждую неделю у нас забирает самый обыкновенный, так называемый, гарпач. Это весь остальной мусор. Ну да, друзья, кому-то нравится вот эта ситуация с мусором, кому-то не очень нравится. Кто-то считает, что вполне нормально раз в две недели забирать ресайкл мусор. Я считаю, что это очень редко, и мусор раскапливается достаточно много. Особенно тот мусор, который органический, который идёт на компост. Его бы, конечно, забирать почаще. Но его забирают раз в две недели, и только лишь раз в неделю забирают самый обычный гарпач. В общем, короче, история с мусором. Это, наверное, тема будет для следующего видео. Просто так получилось, что я сижу на фронт-ярде, я сижу на шампорче, и тут подъехала машина и забирала мусор. Так я уже, к слову, вам рассказала. Вот. А по поводу нашей адаптации, более не менее. Я думала, честно говоря, что будет хуже, что Полинка будет тосковать. Нет, она тут настолько эмоционально загружена с положительной стороны, что, наверное, у неё и нет возможности для того, чтобы скучать и страдать и переживать. Вот. И единственное, она скучает, конечно, за бабушками, за дедушками и за кошкой. Вот за кошкой она прям плакала даже. Вот за нашей Кристи. Она её очень любит. И это, конечно, болезненная ситуация для неё, расставание с любимым питомцем. Это кошечка, которая была не просто кошечкой, она была нашим членом семьи на протяжении четырёх лет. Поэтому мы к ней привыкли, мы её очень сильно любим, и мы очень сильно надеемся, что приедут к нам мои родители и привезут её вместе с собой к нам сюда, в Канаду. Это такая наша мечта. Вот. Так что, ну, пока неизвестно, как будет. С этой стороны мы ещё, знаете, не будем загадывать, что называется. Вот. Поэтому я думаю, что всё будет хорошо у нас. Если всё так будет идти, такими темпами всё будет нормально. И если у вас есть ещё какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите, я буду только очень-очень рада на них ответить. И мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, мне будет это очень приятно. До новых встреч. Пока.